Как правильно инвестировать в недвижимость? Еще совсем недавно, не более 10 лет назад, немало инвесторов покупали квартиры по сдачу в аренду. Метод был популярнее не только из-за доходности аренды, но и из-за роста стоимости самой недвижимости, то есть ее капитализации. Теперь это не актуально. Что остается инвесторам сегодня? Об этом расскажу я, юрист и эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. В последние годы стоимость недвижимости перестала стремительно расти. А иногда случалось и существенное снижение цен по рынку. В связи с этим из инвестиционной составляющей ушел рост стоимости квартиры. Сегодня ведется много споров о том, что ждет рынок жилья в будущем, возможно ли рост цен и каким он может быть. Мнения здесь разнятся. Старая добрая аренда квартиры. Одни утверждают, что введение эскроу-счетов приведет к повышению цен на квартиры. Другие говорят, что это только стоимость предложения. И ее должен поддержать покупательский спрос. А он снижается. Как бы то ни было, можно смело утверждать лишь то, что темп роста на цен на недвижимость, которые были до кризиса, вряд ли вскоре вернутся. То есть инвесторам в недвижимость стоит рассчитывать лишь на дивиденды от аренды. Но и с арендным доходом все не так просто, как раньше. За годы активного строительства жилья в Москве объем предложения значительно вырос. После кризиса спрос в полной мере не восстановился. Хотя и он достаточно стабилен сейчас, что тоже неплохо. Говорить о том, что ниша инвестирования в квартиры с дачи в аренду полностью себя исчерпала, я бы не стал. И причин тому несколько. Во-первых, сильны стереотипы людей, считающих недвижимость безрисковым активом и хорошим способом сохранения сбережения. Во-вторых, цели подобных инвестиций бывают разными. И не всегда во главе угла стоит только финансовая составляющая. Например, если семья предполагает, что в будущем придется покупать квартиру для ребенка, они могут сделать это заранее, пока он маленький, и сдавать ее в аренду, пока он не станет совершеннолетним. Несомненно, финансовая эффективность таких вложений сейчас крайне невысока и часто даже не очень сопоставима с процентами по депозитам. К тому же, надо отметить, что инвестиции в любой вид недвижимости имеют значительную меньшую ликвидность, чем банковские депозиты. А еще продать квартиру по адекватной рыночной стоимости быстро, если, например, срочно понадобятся деньги, вряд ли у вас получится. Торговля помещениями. Около трех лет назад все больше популярностью стал пользоваться такой инструмент, как инвестирование в коммерческую недвижимость. В первую очередь, стрит-ретейл и преимущественно магазины на первых этажах, жилых домов. Такие инвестиции приносят больше дохода, чем инвестиционные квартиры. Однако, коммерческая недвижимость значительно сложнее для работы. Такие инвестиции будут успешными, только если человек или сам хорошо разбирается в качестве помещения, которое он покупает, или прибегает к помощи квалифицированного специалиста. На что же нужно обращать внимание при покупке коммерческой недвижимости? Здесь важно все. Планировка, ее соответствие с современным требованиям торговли, наличие достаточной мощности и многое другое. Но ключевым параметром, конечно, будет место расположения объекта. Если не будет хорошего потока покупателей, то и не будет дохода. Только удачное расположение объекта может обеспечить долгосрочную доходность. Не стоит и забывать, что потоки имеют свойство меняться. Так что не лишним будет изучить ближайшие перспективы строительства внутри выбранного района и планы по его развитию. Просчитать абсолютно все не получится. Но обезопасить себя хотя бы от части возможных неприятностей вполне. Учитывайте также, что визуальная доступность объекта играет немалую роль. Например, если объект закрывают деревья и кусты, то это может снизить продажи и, как следствие, арендные ставки. Идеальным вариантом кажутся помещения в сданных и заселенных домах. Потому что около них уже сложились потоки потенциальных покупателей, которые легко оследить. Покупая площади на вторичном рынке, узнаете, как давно текущий арендатор снимает это помещение, как часто вообще меняются арендаторы. Если чаще трех месяцев, насторожитесь. Не стоит полагаться только на данные, предоставленные продавцом или его агентом. Перепроверьте их. Поговорите с самим арендатором. При расчетах будущей прибыли важно учесть, что после того, как арендатор открывает магазин, он далеко не сразу начинает работать в полную силу. Но на разгон может уйти три месяца и более. А это может влиять на арендную ставку. Доходность, которую вы заслужили. Какой доходности стоит ожидать? Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Сейчас легко найти объекты, обещающие доходность до 14%, а иногда и 20% годовых. На мой взгляд, такое возможно. Но скорее на короткий период и далеко не со всеми объектами. Реалистичнее говорить скорее о доходности в пределах 11-12% годовых. Главное, нужно понимать, что инвестирование в коммерческую недвижимость под 3TL является сложным и ответственным мероприятием. Неподготовленному человеку без помощи специалиста добиться успеха будет непросто. К тому же, обстоятельства и требования арендаторов к объектам могут меняться. И изначально выгодное для инвестиций помещение может в один день превратиться в трудный и для продажи, и для сдачи объект. Коммерческие помещения стоят обычно значительно дороже квартиры. И сумма необходимых стартовых инвестиций будет выше. Если говорить о помещениях, которые могут показать устойчивую доходность, например, в Москве, то сумма начинается от 50-60 миллионов рублей. Что, конечно, не может сравниться со стоимостью квартиры. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова